Всем привет! С вами Юлия, а это значит, что вы на канале Процветок, где мы вместе растим свои сады здоровыми, урожайными и процветающими. Главная проблема всех садоводов-любителей вишни это отсутствие урожая. Причин этому может быть несколько, начиная от плохой погоды во время цветения, низкой температуры, отсутствия пчел, заканчивая отсутствием сорта опылителя. Но основной все-таки причиной является манилиальный ожог. Это опасное грибковое заболевание, которое заражает наши вишенки именно во время цветения. Грибок проникает внутрь цветка через пестик и нектарники. И спасти от этой напасти могут, к сожалению, только химические обработки. К сожалению, биометода борьбы с этим грибком, с этим заболеванием пока не придумали. Но есть один маленький секрет. Как я уже говорила, манилиальный ожог проникает в цветочек через пестики. А у многих сортов вишни есть интересная особенность. Бутоны еще закрыты, а пестик уже выдвинулся вверх. Он уже ловит чужую пыльцу. И не только пыльцу, но и споры. Поэтому так важно для тех, у кого еще вишня только зацветает, успеть провести обработку при первых распустившихся цветках. А если погода стоит прохладная, дождливая, то обработку нужно будет обязательно повторить через несколько дней, когда раскроются практически все цветки. В таком случае защита будет максимальной. Да, многие возразят, но ведь летают пчелы, они могут пострадать. Практически все фунгициды для пчел мало опасны, либо не опасны. Но если вы переживаете за их здоровье, то обработку лучше проводить в вечернее время, когда пчелы отправятся в ульи, либо убрать с участка ульи куда-то на другой участок, где у них будет другое кормовое растение. В таком случае вы и сохраните здоровье вишен, черешин или вот в данном случае алычи, и сохраните своих пчел и качество меда. Какие препараты можно использовать? Это, конечно же, всем известный азофос, концентрации не более одного процента. А также хорус и силлит. Особенно хорус. Дело в том, что он прекрасно работает при пониженных температурах, когда другие препараты работать просто не могут. Более того, он системный, то есть попав в цветок, он еще будет работать не менее двух недель, защищая растение от проникновения грибка. И скор. Но скор это на тот случай, если у вас стоит хорошая погода и температура не менее 16 градусов по Цельсию. Тепла, естественно. В таком случае обработка будет максимально эффективной и удачной. Но что делать тем, кто категорически не хочет работать с химией, какой бы она ни была? В таком случае я настоятельно советую вам обратить внимание на устойчивые сорта. В первую очередь это все современные сорта вишен, черешен, которые изначально проверяются на устойчивость к различным болезням, в том числе манилиальному ожогу. Из наших белорусских сортов это, конечно же, такие сорта, как гриот белорусский, несвижская. Это российские сорта молодежная, ровесница и ника, которые помимо устойчивости к этим болезням, еще обладают хорошей зимостойкостью и морозостойкостью, то есть устойчивостью к низким положительным температурам и заморозкам. В таком случае ваши деревья даже без серьезных обработок могут обеспечить вас урожаем вкусных ароматных вишен. Ну а для того, чтобы минимизировать инфекционный запас в саду, соблюдайте элементарные правила асептики и антисептики. Еще одно головной болью наших садоводов является вишневая муха. Этот вредитель появился в наших садах не так давно, но уже успел изрядно попортить настроение. И следует заметить, что вишневая муха начинает свой лед в скорости после того, как вишня отцветет. Поэтому после осыпания лепестков у вишен, у черешин, а также абрикосов, слив, алычи и персика, не забудьте провести обработку комплексными инсектицидами от насекомых, в том числе вишневой мухи, и от болезней, в частности дырчатой пятнистости на листьях, это кластероспариоз, и других грибковых заболеваний. Для борьбы с вишневой мухой можно использовать такие инсектициды, как паратезеон, децис, фуфанон, любой другой разрешенный в вашей области инсектицид широкого спектра применения. А для того, чтобы защитить листву ваших косточковых растений от дырчатой пятнистости и прочих грибковых болезней, можно использовать такие препараты, как топаз, скор, хорус и так далее. Если соблюсти это нехитрое правило, то вишневая муха у вас в садах не задержится. И помните, что чистый сад – это здоровый сад. Вовремя вырезайте все пораженные манилиальным ожогом ветки, еще до того, как почки набухнут или начнут выдвигаться бутоны. Ведь если вы уберете из сада источники инфекции, а именно перезимовавшие на дереве веточки, листики, цветочки, где прячутся споры, болезней будет намного меньше. Не просто убрать, их немедленно нужно уничтожить. Ну и, конечно, это поддержка наших деревьев в течение сезона. Грамотная подкормка, своевременный полив поднимает устойчивость растения к болезням и вредителям и прочим неблагоприятным факторам среды. Поэтому для тех, кто упирает на экологически безопасное земледелие, вот эти простые правила соблюдения чистоты в саду, подбор устойчивых сортов и поддержка их при помощи хорошего удобрения и полива могут сыграть очень важную роль в получении здорового урожая. Своевременно проводите обработки, выбирайте грамотно сорта и поверьте, сад, вишневый сад долгие годы будет радовать вас прекрасным ароматом спелых вишен. А с вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok